Продолжение следует... Продолжение следует... Пешеходы и полицейские походы на себя. А полицейские скажут ещё кое-что. У них почему-то самые быстрые автомобили. И иной раз не ясно, следили полиция за регулировку движения или их главное задать и доставать бойщикам. Ну вот в общем и всё. Единственное, что меня разочаровало, это то, что я не мог занять первое место. Ну теперь я перейду ко второй игре. Вторая игра это игра с очень странным названием. Ван. Презистория этой игры такова. Заброшенный на 40 лет в будущее Джон Чен просыпается в незнакомом мире, населённом опасными охотниками, бронированными машинами и механическими чудовищами. Но изменения в мире ничего по сравнению с изменениями в его теле. На месте его левой руке вырос стальной холодный бластер. Герой бросается в битву не только для того, чтобы защитить себя и уничтожить врагов, но главное узнать, кто с ним такое створил. Уровни в игре большие и оригинально выполненные. Они обеспечивают большую свободу манёвра и передвижения. Дело происходит и в ущелье, и в городе, и даже под землёй. Новинкой в игре является отсутствие индикаторов здоровья и силы. Зато есть индикатор гнева. Иными словами, чем злее будет вас Джон, чем дольше он будет жить и тем осеннее будет стрелять. Ещё одна новинка это плавающая камера. Вы не упустите из своего вида ничего, что происходит на экране. Она обеспечивает крупные и мелкие планы, а также показывает некоторые интересные возможности. Ну ладно, об этой игре я больше не буду ничего рассказывать, просто скажу, что её получит тот, кто ответит мне на вопрос. А вопрос будет по игре Test Drive 4. Какая машина из тех, которые вам предоставляются, является самой быстрой и самой лучшей в этой игре? Ну ладно, думайте-думайте. А мне пора улетать за чьим обыкновителем. Добрый ряд.